Купил энергетик и, короче говоря, купил электронку HQD, так что обязательно посмотри их, если ещё не видел. Да и на телефоне, кстати, теперь тоже не особо поиграешь, ведь Бравл Старс заблокировали. Блин, ну и зачем это назил туда с обедов? О, вот он, гони мобилу, что произошло, я уже рассказал в видео, короче говоря, купил энергетик и, короче говоря, купил электронку HQD. Так что обязательно посмотри их, если ещё не видел. Да и на телефоне, кстати, теперь тоже не особо поиграешь, ведь Бравл Старс заблокировали. Блин, ну и зачем это назил туда с обедов? О, вот он. Гони мобилу. Что? Школьные хулиганы? Опять вы? Слышь, не называй нас так. Мы теперь не школьные хулиганы, мы околофутбольщики. Что такое околофутбольщики? Это пацаны, которые держат район. Крутые пацаны. Ну, по крайней мере, нам так пацаны из 11 класса сказали. Короче, меньше базара, больше вокзала. Мобилу гони. Нет, не отдам я вам свой телефон. Я целое лето проработал, чтобы его купить. И листовки на станции раздавал. И бабий синий мусор помогал выносить. И даже своему злому соседу, которого я ненавижу, собаку помогал выгуливать. Не хочешь по-хорошему, значит, берем моего силы. Чего? На, получай. Ай, ай. Ребята, что вы делаете? Зачем? Ай, больно остановитесь. Ребята. Получился, блядь. Животный, поганый. Где там его мобилка, на которой он копил все лето, а? Горма не будет. Давай-давай, побежали, пока местные мусоров не вызвали. Как же больно. Зачем они это сделали? А самое главное, зачем они украли мой телефон? Я зашел домой. И сразу же отрубился. На следующее утро. Или хулиганы отобрали у меня телефон. И ты что, не дал им сдачи? Внутри лошадок? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты кого я выяснил? Сынок, ты наказан. Ну уж нет, это точно не вариант. Да и в полицию я позвонить не смогу, ведь телефон у меня отобрали. Интересно, как вообще противостоять этим околофутбольщикам и кто это такие? Чтобы выяснить, я дождался покопать заслёт, как тролль в подземелье Хогвартса. Взял пульт и включил телевизор. Нашел канал клоуна. И посмотрел один из последних его выпусков, в которых он рассказывал про околофутбольщиков. Хео, негодяи! Сейчас поговорим о том, кто такие околофутбольщики, где эти индивиды обитают и как им противостоять. Фанатское движение зародилось в самом сердце Великобритании, в Лондоне, откуда распространилось по всему миру. Изначально это человек, который делётся в заранее организованных темах за свой футбольный клуб. Но малолетки по всему миру, конечно же, закрыли на это глаза. Поэтому теперь околофутбольщиками называют всех под... Мы с мастером приступили к тренировкам. Она научила меня всему, что знала сама. С ней я познала язык кунг-фу, тонкости карате и даже искусство боя с тенью. Мастер, а когда вы научите меня телепатии? А зачем она тебе? Ну, чтобы обезвреживать противника силой мысли, например. Болван, телепатия такого уровня даже мои учителя не обладали. Но тогда для чего вы её использовали? Чтобы выключать свет силой мысли. Ибо вылезать из потёплого одеялка было лень. Какая же она всё-таки мудрая. Мы продолжили тренироваться. Мы тренировались день и ночь, неделю за неделей, месяц за месяцем. Как тут я услышал заветные слова, которые мечтал услышать всё это время. Ты готов. После этой фразы я сразу же отправился на поиски около футбольщиков, отобравших у меня телефон, чтобы вернуть его обратно. Бостой, ты помнишь главное, что я тебя учила? Конечно, как такое можно забыть? Левый коронный, правый похоронный. Какой же ты балван? Я же тебя учила, чтобы до правого похоронного дело не доходило. Или ты хочешь стать убийцей, как я? Ладно, вы правы, учитель. Просто проучи их, и тогда твоя душа останется чиста, как капля дождя. Я вас понял, спасибо, учитель. Ступай под аван, и не опозорь меня. Я попрощался с мастером и отправился на поиски около футбольщиков. Мой путь лежал через серые панельки, разрушенные гаражи и другие богом забытые места моего района. Как тут я наконец-то добрался в пункт незначения, а именно в детской площадке, на которой обитали мои обидчики. О, смотрите, кто вернулся. Ты что, вообще страх потерял потом? Погоди, погоди, не газуй. Может быть, и муратки новые мобилы подогнали? Нормальный аппаратик, а он нам решил его садарить. Ты что сделал, ёбка, слышишь? Уворачивай карман и сопляк. Я тебя сейчас выверну, если ты телефон мой меня не вернёшь. Чё ты сказал? Ты что, совсем уборзил? Ну что, опущенцы, гоните на билку, или я вас прям тут порешаю. Нет, пожалуйста, нет, держи мою мобилу, пока отпусти, отставь от нас. Ну, наконец-то. Безу, быстрее. Эй, а ну стоять, мы с вами ещё не закончили. Пожалуйста, нет, не нужно отбирать наши телефоны, мы всё поняли. Спокуха, не собираюсь я ваши телефоны отбирать. Просто хочу записать с вами кое-какое видео. Какое ещё видео? Мы просим прощения у всех, кого мы как-либо когда-либо обидели. Я обещаю больше никогда так не делать, а тем более не отжимать мобилку и учить жидкие людей. И вообще, мы никакие не углофутбольчики, мы додики жидкие, потому что нас бот он защемил. Ништяк. Ещё хоть кого-то вы пытаетесь обидеть, я это видео послушно нашей школы и всего города залью. А теперь сдрызнули отсюда, пока я вам не накостылял. Не забудь поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы смотреть мои новые видео первым. А также посмотри и другие мои ролики, они не менее интересные, чем этот. Кстати, не будь жатен и поделись этим видео со всеми своими друзьями. Ну и про телегу мою не забудь, ведь там я общаюсь с каждым подписчиком. А с вами был Янг, увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok